Ребята, всем привет! На связи Studio Day и Владимир. И сегодня в этом коротком видео я расскажу вам, как подружить драйвер ASIO for All с вашей аудиокартой и вашей цифровой рабочей станцией. Поехали! Не секрет, что производство собственных драйверов, или же дров, как говорят в народе, стоит очень дорого. И в конечном счете за все это платит потребитель, то есть мы с вами. Это и команда тестировщиков, и программистов, и даже служба поддержки, которая помогает нам при возникновении всяких нюансов. Но есть некоторые производители, которые экономят на производстве собственных драйверов и используют сторонние наработки, например, ASIO for All. И один из этих производителей как раз компания Vraxity, на примере которой мы и разберемся сегодня, как подключить аудиоинтерфейс к вашей рабочей станции через ASIO for All. Первым делом скачиваем драйвер ASIO for All с официального сайта. Это бесплатно и безопасно. Устанавливаем. Все в два клика и очень быстро. Отлично. Только после установки мы берем наш аудиоинтерфейс и подключаем его к ноутбуку. Далее заходим в наш ASIO драйвер и выбираем из списка нужный девайс. В данном случае USB Audio Device. Далее переходим в вашу DAO. У меня это Cubase. Создаем любой проект. Заходим в студию, настройки студии. Проверяем, что в панели управления у нас выбран наш девайс USB Audio Device. По умолчанию будет стоять ваша внутренняя звуковая карта. Нужно обязательно переместить вот эти два значка на внешний девайс. Нажимаем ОК. И назначаем входы-выходы карты. Обязательно. Без этого ничего не будет работать. Назначили входы. И назначили выходы. Теперь подключаем микрофон. В моем случае он уже подключен. Настраиваем уровень гейна. Так, чтобы индикатор входного сигнала не превышал зеленое либо желтое значение. Если у вас конденсаторный микрофон, то включайте фантомное питание. В моем случае это динамический микрофон. Я не включаю, соответственно, никакое фантомное питание. Подключаю наушники для мониторинга. Перевожу ярлычок в положение мониторинг. И мы готовы к записи. И, и, и. Раз, два, три. Раз, два, три. Как видим, запись идет. Все прекрасно. Добавляем немножко гейна, чтобы волна была поинтереснее. Вот, прекрасно. Теперь все замечательно. Мы все записали. Ну вот, друзья, мы разобрались, как подружить девайс и драйс. Драйвер ASIO4ALL. Должен отметить, что на Mac все гораздо проще. Как говорит Артур, если Mac, то заработает и так. А я хочу напомнить, что у нас в Studio Day идет конкурс на лучший джингл, где мы разыгрываем кучу призов. И один из них как раз вот этот аудиоинтерфейс в Raxity. Обязательно участвуйте в конкурсе. Все подробности в ссылочке в описании. А на этом все. Ребята, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всем удачи и пока.